Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже фирмы Гималая SoftWool. Здесь 250 метров в 100 граммах, то есть довольно-таки тоненькая пряжа. В состав ее входит 75% акрила и 25% шерсти. Очень мягкая, нежная пряжа на ощупь. Мне понравилось с ней работать. Здесь классический метраж и вот такая вот средняя толщина ниточки. То есть довольно-таки тоненькая. Из такой пряжи можно связать как пинеточки, так и аксессуары, какие-то шапочки, снуды, шарфики. Можно связать кофточки, также можно в двойную ниточку вязать. Здесь производитель рекомендует спицы номер 4. Для плотной вязки лицевой глади я бы рекомендовала брать не больше троечки, если же это свободная вязка. Допустим, такая как платочная, можно использовать тройку с половиной. Четверку, честно говоря, не использовала. Это для очень такого рыхлого вязания. Далее, что касаемо по поводу ухода, как и другая пряжа для ручной вязки, требует и ручной стирочки. Поэтому стираем ручками обязательно изделие из этой пряжи и сушим на горизонтальной поверхности, на какой-то ткани, либо полотенчики можете. То есть обязательно не на клеенке, чтобы долго у вас не сохло. Теперь, что касаемо гипоаллергенности, здесь нигде ничего не указано, поэтому детские вещи рекомендую вязать я при небольшом тестировании. Зажмите вот этот моточек ниточки где-то на минутки 3, вот здесь вот, где у вас изгиб ручки. Вот так вот зажимаете пряжу и держите не менее трех минут. И посмотрите, если нет никаких покраснений и изменений на коже реакции, то можете, в принципе, использовать такую пряжу и для вязания детских вещичек. Вот, в принципе, пряжа в работе мне очень понравилась, довольно-таки нежная, мягкая, приятная на ощупь, не колкая. Вот, поэтому, в принципе, такую пряжу я использовать рекомендую для вязания, так как пользуюсь ей сама. В соотношении цены-качества, в принципе, пряжа относится к бюджетным, довольно-таки, и хорошее изделие из нее в итоге получается. Далее, еще, что касаемо по уходу, стираем не выше 30 градусов, для того, чтобы не линяли изделия по уходу носки на тело. И точно так же, чтобы не меняла окраска, в принципе, тон выше, тон ниже. Конечно же, оставляйте в комментариях, кто что вязал из этой пряжи. То есть, что вам понравилось, либо что-то, может быть, какие-то нюансы хотите отметить. И обязательно не забывайте ставить лайки, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!